Меня зовут Александр, и вот я обратил внимание на фразу Алексея, что он говорит, как все у нас меняется, как меняется Москва, как меняется Анапа, и человек, который переезжает из города в город, это сразу бросается в глаза, и вот как раз об этом я сейчас и этим я сейчас занимаюсь. Я вот для Алексея говорю. То есть благодаря тебе так хорошо у нас стало в Анапе? В последнее время увлекся урбанистикой, понял, что это очень интересная наука, о которой в России практически никак они не говорят, не учат. Это наука об устройстве городов, как города устраиваются, как они делаются комфортными для людей, как развивается транспортная система, как развиваются места какого-то общественного пользования, общественное пространство, тротуары, улицы, дома, фасады, вывески, фонари и прочее. Все это, оказывается, работает на наше настроение. То есть мы, почему я понял наконец, почему я уехал из Читы, я долго не мог понять, я объяснял это даже идеологическими соображениями. А оказалось, что нет, все очень просто, что я уехал из менее комфортной среды в более комфортную. Мы можем наблюдать это даже на примере отдельно взятого города Анапы. Почему мы ходим именно по этой улице, а не по другой. Почему мы ходим по этой стороне тротуара, а не по противоположной стороне. Все это очень тонко, все это связано, и это можно регулировать. Часто у нас это получается, никто не задумывался, а люди проложили какую-то тропу. Сейчас у нас модно, и Полюков, у нас мэр, выдвинул такую идею благоустройства народных троп. И это правильно. Потому что люди, они сами знают, где им ходить. Секунду, секунду, секунду. Я обратил внимание, что действительно, вот допустим, построили дорожки, заасфальтировали их, и обязательно появляется народная тропа, протоптанная, ее асфальтируют. Рядом появляется другая тогда. Этого я не знаю. Вот, почему-то. Ну я объясню, почему. Я не знаю. Потому что это часто бывает в парках, потому что людям... Хочется по земле ходить. Да, они приходят в парк, они подышать свежим воздухом, посмотреть на зелень и пройтись по земле. И у них в подсознании, что когда ты идешь по бетонной дорожке, а часто у нас просто тупо асфальтируют, тупо бетонируют, хотя очень много сейчас в мире изобретено материалов, да даже просто мощения, каким-нибудь природным камнем. Это гораздо приятнее пройти. И вот таких нюансов очень много. Я сейчас, когда в эту тему вникаю, я понимаю, что в Анапе сделано все неправильно. Есть, конечно, места очень хорошие, удобные места, но очень много мест, которые требуют полной переделки. Я знаю, что Казань, откуда Луиза у нас переехала. Казань у нас сейчас занимает одно из ведущих мест по уровню благоустройства. И Москва. Вот у нас два сейчас лидера в урбанистике. Это Москва и Казань. И Анапа, как город-курорт, как город, куда съезжаются миллионы отдыхающих, тоже должен развиваться как город для людей, для пешеходов, а не для автомобилей. Поэтому надо развивать именно пешеходные зоны. И велосипеды обязательно. И велосипеды тоже. Вот Михаил Иванович правильно сказал, что он идет по улице, и у него одна мысль возникла, вторая. Это тоже урбанистика. Вот почему? Потому что именно у нас основными покупателями являются именно пешеходы. Потому что человек идет по тротуару. Если этот тротуар правильно устроен, он удобен, озеленен. Он идет мимо домов каких-то, а там обычно магазины на первых этажах. И у него возникает идея, спонтанно возникает причем. Вот, допустим, он идет, ага, сверло надо купить. А тут магазин, вывеска, инструменты. Он туда заходит, идет дальше, и так же спонтанно возникает. То есть, а автомобилист, он тупо садится в одной точке и едет в другую точку, только от него только, значит, он, во-первых, не видит города, он не смотрит. Но ему надо контролировать дорогу, пешеходов, там, чтобы не вы... Он, во-первых, ограничен в восприятии вот этого прекрасного, жизни... Нет, не надо, не надо. О чем? Это твоя тема. А жизни, вот о которой мы говорим, вот, он на это... Он не обращает внимания, вот. Пешеход, он более свободен. Он может пойти туда. У него загорелось, он пошел туда. Да, вот еще есть такое понятие, как городская навигация. Это вывески, указатели, таблички, стрелки всякие. И если в городе сделана правильная навигация, то есть она тоже управляет. Допустим, идешь... У нас вот, кстати, в городе нету... Я сколько раз сталкиваюсь, людей останавливаю, приезжают, говорят, а как пройти к морю? Как пройти к морю? У нас это самое основное лето. Поэтому, естественно, должны быть в городе какие-то яркие, красивые, стильные таблички к морю, к морю, к морю. Вот. Конечно, обустройство пляжев, это тоже одна из тем. Ты бы умер дома не найдешь. Вот это вот мне сейчас интересно. Вот. И... Это море. Да, это мне очень сейчас интересно. И я решил, ну, начать, как бы, вот, воздействовать на наши власти, на органы соответствующие, написал обращение в администрацию городскую, написал в краевое управление ГАИ, ГИБДД, да, узнал, что там начальник есть такой, Капустин, генерал, вот, к нему обратился. И буду дальше продолжать. У меня еще в прокуратуру хочу обратиться, потом хочу обратиться... Чего? ...в архитектуру Краснодарского края. От них чего хочешь? А я хочу, вот, сделать удобным тот участок, где я сейчас живу. То есть, мне неудобно ходить в магазин, вот, от моего дома, до магазина Пятерочки, который там на Шевченко 260. Неудобно. Ребенка я вообще туда не могу отправить, потому что это очень опасное место. Нет тротуаров, нет разметки никакой, большое скопление машин, все превращено в парковку. Вот, я считаю, что это неправильно, это неудобно. Мне лично неудобно, как гражданину. Я считаю, чтобы мне было удобно. Я считаю, что нарушены мои права на доступную, безопасную городскую среду. Вот, когда в прокуратуру обращаешься, всегда надо где-то какую-то формулировку применять. Ну, они молодцы, они сами, если что, поправят, пришлют ответ, и ты уже будешь вообще ориентироваться. Они дают кучу ссылок на какие-то нормативные документы, а потом уже можно будет теребить другие органы. Ну, это в плане такого вот... Я не хочу касаться других каких-то мест. Вот это конкретно место. И там одна парковка есть на тротуаре, я тоже хочу долбить. Я сфотографировал там одну машину, отправил сразу в краевое управление, и пишу, требую наказать именно вот этого водителя. Вот. Потому что он нарушил права парковки. Вот. Почему я сразу в Краснодар написал? Потому что у нас есть здесь сайт. Ну, Анапа все-таки маленький провинциальный городок. Вот. Хотя очень, так скажем, гордый. Вот. Какой? Ну, гордый. Маленький, но гордый. А гордый? Да. Вот. Ну, оказалось, что написано, извините, аккаунт неактивен, там, за неуплату отключен. Ну, то есть они даже не могли проплатить свой домен, чтобы, как бы, общаться с людьми. Поэтому я написал сразу в Краснодар. Там все работает. Вот. Ну, вот таким образом, вот эта тема у меня сейчас интересна. Я ищу, так скажем, сторонников, сподвижников. Вот. Ну, в принципе, мне одному тоже комфортно. Можно заявочку сделать на велодорожку? Можно, конечно. Да. Вот через тебя будем теперь обращаться. Так самое интересное, из-за чего? Велодорожки-то сделали, но сделали вот эти вот полосы, по которым, как на машине едешь, он вот так вот, велосипед едет по этим полосам. Так вот, право у него, право у него. Вообще, надо, ну, еще займу буквально одну минуту. Вообще, в городе, чтобы было безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов, улицы нужно сужать. Улицы нужно сужать, а в цивилизованных странах, таких там, как, ну, много, там можно перечислять и Испанию, и Нидерланды, вот, там специально делается искривление улиц. Там заботятся о безопасности жизни людей. Понимаете? Прошло то время, вот в Америке, они были первооткрывательными, когда они делали города для машин. Сейчас уже весь мир понял, что сколько ни делай, сколько ни делай там и стакат всяких там для машин, хоть в 10 этажей, все равно машин будет много, они нам вообще не помогут все перекрыть. Мы посмотрим вверх, а там будут только одни машины ездить над нами, они все равно нам будут мешать. Плюс все эти загазованность. Вот. И сейчас ликвидируют эстакады, какие-то развязки, в общем, сужают дороги, искривляют дороги, потому что по кривой дороге, если она искривлена, не разгонишься. У нас сейчас, вот даже вот в моем дворе, двор, но там такая дорога широченная и прямая, что как этот водитель от подъезда нажимает на гашетку, и все, и в ворота. Так не должно быть. Потому что люди ходят с колясками, дети бегают там, и, естественно, они подвергаются опасности. Поэтому что делается в цивилизованных странах? Устанавливаются просто газоны, не газоны, вазоны какие-то с цветами. Клумбы. Клумбы. Они, во-первых, и озеленяют наш город, во-вторых, они не дают водителю разогнаться. Он разогнался там клумбой, ему надо вот так огибать и выезжать спокойно уже. Поэтому вот таких вот моментов, как... Их очень много. Я уже могу, в общем-то, такие маленькие лекции проводить, но я еще не в полной мере владею сейчас вот этой вот наукой, урбанистикой, но она очень интересна. И поэтому я вот сейчас вот увлечен, и этот год я как раз хочу посвятить вот критике, да, критике уже в интернете заметили, что меня кто-то выпустил, чтобы я там, значит, как-то... Ты становишься узнаваемым. Да, потому что я такие заголовки стал использовать, яркие, красивые, ну, это тоже есть такая наука. Вот, допустим, недавно гулял по улице Тургенева, какой-то дом уродский увидел совершенно... Красивый дом, постройки, наверное, ну, 60-х годов, вот, но там пристроен к нему гараж. Я это сфотографировал, сделал такую подпись, как умеют поганить дома в Анапе. очень ярко все оформил, ну, это тоже по всем правилам, как говорится... Хрущевка, что ли, 60-е годы? Да нет, ну, может быть, даже это 50-е, ну, хороший такой дом, да. Даже на английском появились посты, и что меня удивило, на английском языке, я таки читал, интересно, надо сказать, что там... Посты, а, у меня? Да, да. А, ну, я, да, некоторые посты я перевожу просто на английский язык, как бы заглавие, иногда описание, потому что, конечно, в идеале бы еще и текст переводить, но это очень много времени, чтобы еще и переводить вот... Да. Нет, почему? Есть люди, которые интересуются, да. Ну, вот так примерно я закончу. Хорошо.